Добрый день, уважаемые! Очередное видимо для вас. Ну, как всегда, пчеловоды, они все, так сказать, новаторы, экспериментаторы и постоянно что-то улучшают в своей практике. Ну, и кое-кто, конечно, берет на вооружение. Естественно, подходит всегда осень, зима, и пчеловодам надо было задавать сахарный сироп, пополнять запасы кормов. И вот один из пчеловодов решил сделать интересный эксперимент. Я вам, так сказать, зачитаю сейчас об этом. Как-то частично рассказывал и ученый Кашковский, что у них такая система была в свое время, когда они проводили разные эксперименты. То это очень удобная штука. Ну, кто имеет навыки сварщиков или имеет средства, может заказать, то я вам сейчас прочитаю. Называется тема сегодня так. Вакуум-камера для заполнения сотов сахарным сиропом. В последнее время в практике пчеловодство все шире применяется замена зимних запасов меда с сахаром. Но такая замена связана с затратой большого количества труда. Пчеловодам приходится заполнять сиропом за ограниченное время значительное количество рамок. Воздух, находящийся в ячейках сотов, препятствует проникновению в них сиропа. И рамки заполняются лишь частично. Ну, здесь имеется в виду, если наливать в каждую рамку сироп, то держите рамку и вот так наливаете сироп. Вот, то он, воздух, который скупоривается на дне ячейки, очень не пропускает сироп. Сироп часто сверху держится капелькой. Приходится трясти так рамку, чтобы она туда попала. И не все ячейки заполняются. Вот, это одно положение. Он именно вот эту тему выводит. Второе положение того, что когда вы задаете сироп даже не в рамки, не в соты, вы ставите туда баночку или кормушку, ставите пчелам, приходится перебирать и перетаскивать в соты. Это тоже нагрузка на пчел. И здесь, как говорится, чтобы просто перекачать этот сироп в соты, уже нагрузка. Ну и естественно, разные семьи по-разному реагируют. И чтобы облегчить этот труд, пчеловодная опытная станция здесь описывает, как они производили опыты. Нами был испытан способ заполнения рамок с сахарным сиропом в условиях разряженного воздуха. С этой целью мы изготовили из листового железа 4-х миллиметровой толщины, вакуум-камеру размером 480 на 380 и на 350 со сварными швами по углам и крышкой с резиновой прокладкой. То есть, поясню, что они сделали. Они сделали как бы корпус на 12 рамок, с двух сторон сварены вертикально, здесь, здесь. Ну, получился как бы ящик. И сверху крышка в них получилась с резиновой прокладкой. То есть, они закрывали. В этом ящике сделали... Сейчас я прочитаю, что они сделали. Они в этом ящике сделали отверстие для засоса этого сиропа и отверстие для отсоса воздуха, создания вакуума. И все навсего. Ящик был изготовлен ровно так, чтобы туда вставлялись рамки. 12 рамок. Ну, как корпус. Только он герметически закрытый, как говорится. С двумя отверстиями, с трубочками, на которые подключался. С одной стороны подключался. Вот сейчас прочитаем, что тут у нас подключалось. Обеспечивающий герметичность. Камера имеет два отверстия. Верхнее сечением 7 мм для отсасывания воздуха и нижнее сечением 12 мм, через которое камера заполняется сиропом. Камера снабжена вакуумометром для измерения давления внутри камеры и водомерным стеклом для наблюдения за уровнем сиропа. Откачка воздуха из камеры производится при помощи масляного насоса, приводимого в движение трехфазным электромотором типа тут написано АОЛ-314М. При отсутствии мотора можно использоваться обычным вакуум-насосом с ручным приводом. То есть это не играет роли, что вы подключите, чтобы откатчивать. Даже любой простой, как говорится, вакуум-насос. Даже с ручным приводом. Заполнение рамок с сахарным сиропом производится следующим образом. В камеру одновременно помещают 12 рамок. Ну, пустых сот имеется в виду. Верхние отверстия с помощью толстостенной трубки соединяют с насосом. А к нижнему присоединяют такую же трубочку, опущенную в сосуд с сиропом. Закрывают крышку, включают насос. Когда давление в камере падает до 160 мм ртутного столба, открывают нижний кран, через который в камеру поступает сахарный сироп. То есть создают вакуум, и сироп заполняет снизу. Снизу он потекает, потому что отсос воздуха идет. И заполняет полностью все ячейки, полностью вот эту вашу камеру заполняет. Потому что здесь отсасывают, а здесь за счет этого поднимается сироп. Читаем дальше. Закрывают крышку и включают насос. Когда давление в камере падает до 160 мм ртутного столба, открывают нижний кран, через который в камеру поступает сахарный сироп. Полное заполнение рамок происходит за 5-6 минут. То есть то, что вы поставили, закрыли, включили, через 5-6 минут, у вас полностью все ячейки залиты медом, вернее сиропом. Описанная камера для заполнения сотов с сахарным сиропом может быть рекомендована колхозным, сахозным пасеком. Ну, в то время это было в СССР. Это журнал 1960 года, номер 2. Пчеловодный журнал. Она значительно облегчит труд пчеловодов и сокращает время, необходимое для подготовки пчел к зимовке. Сейчас я вам покажу небольшой тут такой зарисовочка, экскиз и немножко поясню. Итак, друзья, видите, это с торца сбоку. Вот это вот стоит, показывает вакуум метр до 160 миллиметров. Это крышечка вот эта вот закрыта, как говорится. Это отсюда трубочка выходит. Вот это отсос на вакуум идет. А вот здесь трубочка снизу идет, и шланочка одевается, и в ведро, или куда у вас там емкость, как асироп поступает. И вот так он снизу вверх потихоньку заполняет до самого верху. А здесь стоят рамки, так вот поперек, как говорится, если это на теплый занос, это значит, это вот эта рамка здесь одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая снимает. 12 рамок. А вот эта вот крышка, она с резиновой прокладкой закрывается. Приблизительно вот такой вот ящичек стоит вот. Итак, если вам понравилась эта информация, можете взять на вооружение, если вы сварщик, или у вас имеется знакомый сварщик. Можно обыкновенным вакуумом, как говорится, пылесосом подключить и поднять этот уровень сиропа, так сказать. Еще одна небольшая статейка. Эта статейка называется таким порядком. О медоносных растениях. Чернокорень лекарственный. Небольшая. Чернокорень лекарственный. Двухлетнее растение из семейства бурачниковых. Стебель одиночный, до 50 и более сантиметра высоты. Мягко опушены, сильно ветвисты в верхней части. Листья вытянутые, эллипсообразные. Сообразно собраны у основания стебля густой розеткой. Цветки от грязно-малиновых до розово-чисто-белых. Произрастает рассеянно по склонам холмов, залежам и вдоль дорог. На первом году развивает мощные розетки листьев. Зацветает на втором году жизни. Продолжительность цветения до 25 дней. Неплохое, знаете, такое цветение. Июль. В основном цветет июле. Тоже неплохая, так сказать, середина лета. Время. По медоносности не уступает синяку обыкновенному. Тоже хорошее качество, друзья. Пчелы легко добывают нектар, посещая растения с 9 часов утра и до заката солнца. И опять еще неплохое качество. Практически целый день пчелы трудятся, добывают нектар с 9 часов утра до заката солнца. Бутоны распускаются рано утром. Самая интенсивная посещаемость падает на 11-12 часов дня. То есть, когда тепло, жарко, пчелы особенно летают за нектаром. Самое лучшее выделение. Отдельный цветок живет 1-2 дня. Следует указать на одну характерную особенность цветков – чернокорня. В распустившемся виде они способны выделять нектар почти целые сутки. Но как только выделение нектара прекратится, окраска венчика цветка с грязно-малиного меняется на фиолетовую. Корни и трава чернокорня находят применение в борьбе с мышами, которые не выносят запах этого растения. То есть, по осени можно выкопать корни и саму ботву положить, мыши. Если у вас, так сказать, находится амшанник или зимовник, или еще куда вы ставите уля, то есть, где у вас много мышей, это очень пригодится в борьбе с мышами. При желании развести чернокорень на заброшенных участках близ пасек можно, но вдали от полей и паспич для скота. Почему? Поясню почему попозже. Семена этого высевают поздно осенью этого растения, до выпадения снега или весной. К почве и уходу он неприходлив и легко дает сходы. Для скота это растение ядовито. То есть, если у вас есть такая местность, где вас никто не пасется, или у вас просто пасека стоит на таком месте, или у вас это присадебный участок чисто для пасеки, потому что, обычно, там, где пасека, животных не пускают. Вот. То там вы можете где-то посадить или по балочке поставить, чтобы это растение росло. И оно даст вам постоянно, так сказать, поддерживающий взяток в течение июля. Итак, друзья, дорогие, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. А я буду стараться вам давать более и более интересную информацию для вашего пчеловодного развития. До встречи, до следующего раза, до следующего видео. Продолжение следует...